и так сегодня я хотел вам показать десантный котелок что он может какие функции десантный котелок на нем какие-то очень непонятные цифры написаны 1966 год но это нереально вообще это наверно кто-то для поднятием так сказать цену набить десантные котелки вот такого формата с пластиками фляжками у нас появились довольно недавно то есть до вторую мировую войну у нас мы закончили с алюминиевыми фляжками и алюминиевыми зелеными котелками вот афганистан то есть он уже подарил нам вот такую интересную конструкцию давайте я сейчас соберу они вот у меня отмачиваются все сейчас я их еще киданул туда таблетки для дезинфекции воды как раз чтобы и шкурка еще хера ну короче чтобы налет снять вот фляжки алюминиевые мне у меня было два таких котелка в разных эпохах моей жизни в разных подразделениях вот мне были алюминиевые вот и алюминиевые фляжки мне нравились вот пластику и она конечно более надежная в плане удара прочности потому что у меня были вмятины на них но пластик вот я сейчас понажимал из него вылетел такой статичный пластиковый запах такой вот какой-то пленки парника у меня парник короче пах так точно парни где это огурцы выращивают ну ладно сейчас соберу покажу что-то как и так собственно вот такой вот боевой котелочек стыкуйте и оказывается меня слетает вот то есть алюминий по весу довольно легкий боец намотал проволоку да чтобы вот так вот нести его давайте для начала стандартные функции этого котелка фляжка литровая довольно простая больше объемом чем обычная зеленая поясная армейская фляжка принцип такой же то есть пробка да то есть никаких хитростей ничего тут нету с резиновой прокладкой идет нюанс фляжки в том что если она вот немножко паша ну грязная или пошарпанная то в котелок она входит плохо а если котелок еще вот так вот засран чем-то да то фляжку уже надо нести как-то отдельно то есть компоновать и все или в грязную грязный котелок вставить фляжку чтобы она стала тоже грязный вот так же бойцы в афганистане из-за пыли и грязи заметили что если залетает сюда песок то фляжка начинает царапаться и очень тяжело вылазить то есть промывать вот все это довольно сложно фляжка как фляжка никаких секретов по ней нету то есть одна таблетка пантоциды на фляжку дезинфекция воды то есть как раз вот на литр и было рассчитано теперь отстегиваем крышку кружку вот она снизу и так кружка получается довольно хорошая большая сюда можно положить даже немножко второго блюда да если здесь у тебя залит суп заливать суп сразу скажу что очень неудобно то есть нужно боком половника заносить сюда заливать то есть я брал ну и соответственно повар обливает руки и материться на вас то есть у меня вот это всегда так было то есть что касается кружки она не простая то есть она вот так вот вставляется сверху да ни хера это не вставляется потому что уже он ведь как помята все здесь в общем она четко вставляется и вот здесь вот есть проточки что это такое когда поднимается ручка вот здесь вот из-за того что здесь намотал вот этот рационализатор блин вообще происходит вот такая конструкция то есть она твердо защелкивается и у тебя крышка ну не совсем герметично но температуру держит то есть она закрывает чтобы держала температуру и не не сыпалась всякое г то есть сюда второе или хлебушек кладешь ложку и вот так вот все это можно нести спокойно то есть это все ну если надо наклонить до вытекает как мы эту функцию можем использовать в бою если у вас вода не надлежащего качества полу нога грубо говоря вы можете сделать выпариватель дистиллятор что делать сюда кладется например снег либо холодная вода сюда заливается жижа ваших дав но чуть ли не болотная все это ставится на огонь а вот через небольшой проем вот здесь можно вытянуть трубку и опустить ее внутри фляжки пар который будет проходить сверху он будет не через щель а через трубку уходить сюда при этом образовываться конденсат да то есть можно трубку пропустить через воду и опустить непосредственно во фляжку вот я этот испаритель делал единственный мой нюанс то есть я делал его на морской воде то есть я хотел из морской воды отбросить соль и выпарить чистую воду вот собственно ну довольно сложный технический процесс но я просто не рукастый парень а так вообще получается очень неплохо также вот этой кружкой я очень неплохо копал то есть ей можно копать песок землю да то есть копальная она еще собственно каких-то дополнительных стыковок то есть ничего нету то есть все вот очень просто то есть вот она три в одном то есть фляжка въезжает сюда въезжает сюда и защелкивается соответственно вот в таком варианте вставляется в чехол и убирается вот то есть ничего не выпадает единственное только нюанс то есть комплект такой с мыслью да интересный когда я первый раз увидел мне было очень интересно с ним работать но мысль следующий то есть во первых со временем как вы можете заметить конструкция очень сильно мнется котелочек довольно маленький получается да туда можно вот убрать вот это все и я в свое время просто носил отдельно вот котелок напихивал туда всяких вот там супов что-то еще получался вот такая баночка для переноски да она у все равно котелок вот я могу гнуть руками то есть сдавить его можно было очень легко фляжку вот из одной как раз ванище идет то есть использовали для переноски какого-то топлива то есть возможно для примуса шмель в горах например использовали мы очень часто приму шмель вонючий вот работающие на керосине бензине и спирте все шоу такое нормально горит вот то есть фляжка быть вот очередной раз я вам почему и говорю то есть что не хорошо то есть фляжка воняет что-то там к ней прилипло внутри все ее уже по сути на выкид да это уже у тебя не комплект получается в этом плане бутылка 05 до насекал туда и выкинул и наплевать и на следующий магазине купил новую за 9 рублей с водичкой то есть вот я к чему то есть комплект получается довольно такой ну нормальный по весу вот то есть если еще от литр воды но я говорю я со временем отказался от переноски фляжки потом подумал а зачем мне тогда такой набор нужен единственный плюс это то что то его можно поставить на костер но его нельзя ну очень плохо ставить на горелки на газовых горелках он очень плохо стоит и котелок у меня заваливался то есть там три лепестка таких то есть да вот он как-то криво приходилось его мастерить и вообще вот такая конструкция для прогревания на горелке неудобно то есть там должен наоборот чтобы вся площадь соприкасалась то есть вот круглые как раз котелки они подходят для горелки поэтому я в свое время отказался от него вот ну и вот для вас снимаю такой обзор это у нас вот тренировочный для музея такие вот фляжечки пришли